Обед Время обед Сегодня у нас на обед пельмени Папины Пельмени от папы называют Папа налепил Сейчас быстренько на работе Мираторг называется Одноклассница уже за Настей Одноклассница подружка пришла Сейчас в школу пойдут ЛП У меня тут хлебушек В этот раз побольше Я еще сюда добавила хмели, сунели Надо будет уже Ставить на расстойку Чтобы не было похмелья Что надо делать? Чтобы животик не болел Чтобы не было похмелья Будет у нас реклама, да? 21 века Пятилетний ребенок Чтобы животик болел Не было похмелья Ладно, не надо рекламировать Какой-то там гель Что все за порог Или загуляет с другом, со своим Настя в школу, Валера на работу У нас сегодня довольно хорошая погода, я скажу Даже солнышко, немножко даже тепло Но сыро, просто сыротень Всю ночь лил дождик У меня там ведро стоит Полное ведро Дождя Набралось Не вылезти в огород Можно было бы? Ну, никак Никак Все ходишь, только вот так вот смотришь Что нужно сделать А ничего сделать не можешь Потому что не можешь вылезти Так все промочила Ну, не знаю Может, наш тык лопат Ты промочила Все просто Сыро Вот там все хожу, смотрю Что там у меня так насеялось Что вот это за трава такая? Вон, мелкая Что, укроп, что ли? Аж прям Вон, что Что это такое? Вот это что такое? Ничем не пахнет? Что-то не пойму Может, укроп? Аж прям вон что Вон как насеялось Потому что здесь у меня укроп рос Ну, было бы хорошо, если укроп Можно даже набрать Вон я вижу Молоденький Видите, вот прям Сыро идешь И аж проваливаешься Как бы не испачкаться Ну, и трава Ну, и трава, конечно же Конечно же, трава Я все жду Когда это высохнет Чтобы выйти Вот эти сорняки Поубирать Зачем вот на зиму Такое вот Не надо Оно насеется Потом весной Все будет в траве Ну, ничего сделать Невозможно Хлебушек у меня Поднимается Вот такой плотный Получился Хороший Я поставила сейчас Духовку Сейчас разогреется У меня будет выпекаться хлеб А я тем временем Пойду гладить Начну глажку У меня еще там Конечно, стирается Как же без этого Сейчас грязь У нас Элиза Постоянно ходит Уже грязная Сейчас, говорю Элиза, идем переодеваться Нет Мне и так хорошо Все колготки Уже в грязи Сейчас яду Начну гладить А то так и копится Копится Помните, я говорила Я не буду больше копить А не получается так Просто не получается То лень То еще что-то То еще что-то Вот уже сейчас Включу телевизор Пока хлеб у меня печется Буду смотреть что-нибудь И переглажу Сколько успею Столько успею Потому что это Никогда не заканчивается Все, продолжаю гладить Уже Настя вернулась Решила я отпарить Отпаривателем Поэтому все так долго Ну не отпаривателем А утюгом Когда отпариваешь Намного дольше Элиза пришла Говорит Мама, я хочу Там чубрика Какого-то В магазине продают Настя у нас Делает уроки У нас всегда Настя возвращается Домой Сразу делать уроки Здесь Элиза посидит Все покрывало Разнесет Настя уроки Чтобы завтра Не делать Да, Настя Вечером делает Уроки Давай Ты давай Делай Тебе еще учить Надо Стихотворение Хлебушек Получился Красивенький Да Настя Что тебе этого Чубрика не надо Какого-то там Нет Лучше чтобы Быть вкусненько Вкусненько Да нет Чистая Пошли За чубриком Чубрик В сапогах На улице Грязь Да Под ноги смотри А то сейчас Во все лужи Что это за чубрик Ты расскажешь Нет Он светится В темноте Резиновый Что ли Да Понятненько Ай да Вот здесь по дороге Там же грязно Конечно Такая погода Клевая Да Сколько листьев Да Настоящая осень Давай еще раз Дубль 2 Отпускай Желтыми листьями Да Наше прошлое лето Да Светофорами Да Глупыми мыслями Наверное так Как там поется Я уже забыла Максим Вот этот что ли Здесь есть разные цвета Вот розовый есть Хочем Хочем И зеленый Розовый Розовый Это чубрик Это вы так его назвали Вот такие будешь печеньки взять С шоколадной Я хочу вот эти Этого покажи поближе Вот такой вот чубрик И что он двигается Этот Светится В темноте Взяли вот какие-то тут Какую-то ерунду еще взяли Это что такое Вот это зомби Покажи Что это такое А это Это такая вот Карамель Да У Настя А это какие-то Мармеладные мозги Мозг Мозг Ты уроки что ли сделала Уроки сделала Вот эту пудру бери И вот еще вот это две А еще там же глаз был какой-то Глаз Это нам в виде пудры Вот же глаз Элиза У тебя в кармане наверное Нет Это пандочка А панда Ты любишь эти баранки Нет Нет Пошли А что ты прибежала Вообще А что ты прибежала А Настя Там грязно Ты вообще-то уроки сделал Ты сделал математику Да А по русскому задали Калманы Все Заколены Кузняками И чублик И чублик Я сейчас 6 часов 6 часов Гладила Я так и не догладила Я каждый раз Сижу и удивляюсь Вот буквально с мамой Когда на днях Разговаривают Я вообще не представляю Женщины Как вы раньше жили В советское время Как вообще Вы совсем справлялись Меня это просто Все время убивает Сейчас есть стиральная машина Сейчас есть все Для Чтобы женщине Женщине было легче И то мы устаем И то вот просто Чтобы погладить И по сути Нас только четверо У меня ушло Столько времени Так ладно Это еще стирки нету Мама Вот в этой Раньше стиральной машинке Гладила Стирала Воду еще Воды не было центральной Носили с колодца Она ждала Выходного дня Чтобы папа Приехал с работы И натаскал ей воды Это за неделю Только сколько Одежды собиралось У нас Господи За три дня Уже столько одежды Кажется Как будто бы я Не знаю Полмесяца не стирала Вот такое ощущение А если еще Залезешь в шкаф К детям Так там вообще Там грязно Здесь что-то грязно Я вот столько Времени гладила Я даже поесть Ничего не успела Приготовить Помимо этого Еще уроки Конечно делала Да Но вот сейчас Решила сделать Вот у меня Осталось До вчерашнего дня Вот этот Тартар бураны Раствор Сейчас спросила Будем Будем Ладно Хоть Тартар бураны У меня спрашивают Зачем Алвин столько Муки Добавляешь На лепешку Тогда она меньше Прилипает При варке Когда много Муки Лайфхак Вот Ну это в этом Спрашивали Ну не спрашивали А Типа Боже мой Бедное тесто Зачем столько Муки Попробуйте сделать Плотный С плотной Муки Тогда вы увидите Разницу Когда прям Хорошо так Плотничком И вот и я Сейчас Это же еще Я не Это я еще Не стирала Руками А если Перестирать Это столько Одежды Руками Да ладно Когда маленькие Еще дети Вроде бы Казалось И то Я помню У нас стиральная Помните Вот кто Давно на меня Подписан Не знаю В ютубе Может Может конечно Уже Перестали смотреть Когда у нас Сломала стиральная Машинка И я тут Руками Стирала Мне кажется Все У меня просто У меня руки Все были в мозолях Я помню Мама Вот так Вот она Выжимала Выжимала И до того Она вот это все Вот так Выстирала Что аж У нее ногтей Не было Аж прям Вот она вот Брала что-нибудь И сразу же Так Как током била Вот это я помню Это же все Я просто Вообще В шоке Как раньше Женщины Вот советские Женщины Всего Советское Советское Все Как вообще Люди Существовали В чем Мужчины Они сходили Да у них тоже Конечно Работы было много Да Только чтобы на работу Ладно Хорошо Если работа Где-то Поблизости Например Да Там где ты живешь А если работа Где-нибудь В другом месте Вот у меня папа Да и то знаете Папа вроде бы работал Но он с работы приехал Все он устал Он устал А мама Все дело Сейчас воды наберу Еще трое детей Четверо детей Ну трое Да Потому что я родилась И Женщина Да погиб Как бы Это все стирать руками А потом дети еще Выросли Когда Большие Это как Сколько одежды Только на это надо было Перестирать Для начала Все это Отжать Выполоснуть А только потом Гладить Мне кажется Я здесь-то Сейчас Вот я смотрю Я уже вижу одежду Господи Блин Опять гладить Но многие Конечно Я знаю То что они не гладят Как бы Сложили аккуратненько А потом Когда нужно Куда-то Например Выйти Да Они раз Взяли Погладили Когда им надо Когда на выход Куда-то Ну А я так не могу Я так не могу Я так делала Пыталась Ну Летом В принципе У нас так и получалось И то А сейчас Вроде бы Все равно Охота Чтобы одежда Была Вот Проутюжена Чтобы она была Такая Прям Хорошая Тогда и одежда Намного лучше Дольше Существует Когда она Поглаженная Почему-то Видимо Нитки Как-то Пропаривали И вот Я сейчас Я давно С паром Не гладила Давненько И вот Поэтому У меня Столько Времени Ушло Чтобы Я еще Не догладила У меня Еще там Стирается Помимо этого Просто Советским Женщинам Нужно Ставить Памятник Я вот Что Хочу Сказать Просто Вы Офигеть Еще На речках Летом На речку Ходили Там Все У кого Речки Там Рядышком Были Мамы Вроде бы Не знаю Ходили Они На речку На озеро Там Стирали Не стирали Навряд ли Потому что В озере Там не постираешь Это в реке Течением Грязь уходит А в озере В какой-то Пруду Речки рядом Не было В Кудеевке Там и нету Как бы Чтобы сходить Там где-то Что-то стирать Не знаю И вот И я сегодня Только вот Хлеб Приготовила На обед У нас Утром Была манная Каша На обед У нас Этот Пельмени В начале Влога Было Потом В течении Дня Тут Вот Мы сходили Баранки Купили Дети Поели В общем У нас Сегодня Целый день Мучное Просто Мучное Потому что Я ничего Не успела Хотя я Мясо Разморозила Я сегодня Планировала И приготовить Овощную Рагу Но потом Села Гладить И все И закончилось Овощную Рагу Не начавшись А еще Завтра Гладить У меня Еще там Стирка Еще Развесила Белье Ну да Я вот Сделаю Вот сейчас Я сделаю На раз Еще тесто Останется Папа Там Сейчас Что с Настей Уроки делали Мы Два дня Уроки делаем С папой Спорим Да Вспоминаем Как все делать Третий класс Пока примеры Задают Пока только примеры Да Валера говорит Я самый умный Я говорит Вундеркинд Вундеркинг Кто ты там? Ну в общем Самый умный А мы короче Тупые Тупые Но За эти Два дня Муж Передумал Настя приходит Там новые Темы И А еще У нас тройки Уже По русскому языку За четвертое число Первые два дня Классная работа Ну вот пятерку За домашнее задание Хоть В тетради Сейчас наложу И Прилипнет Конечно Хорошо то что Вот этот тестомес Я сейчас Тестомес Быстренько Закинула Все Закинула И Тесто Замесила Вот это Хорошо Конечно Вот это Удобно Ну как Женщины Вот Я все время Удивляюсь И вот Когда кто-то Что-то Говорит Про советских Людей Да Вот Советские Люди Они вот такие Они вот Сякие Ну просто На минуточку Даже Представить Вот Осуждающие Вот Советские Люди Вот Много Сейчас Я смотрю И блогеров Вот Советские Советская Да вы поживите В то время Просто Я не советский Человек Да Как бы Ну В 93 Года Я рождение Но я По рассказам Мамы А уже Сама Будущая В взрослом Возрасте Я как Представлю Как Женщины Как Наши Матери Вот это Вот Все делали Еще Помимо Этого Детей Не один Два Ребенка Да Сейчас Без детей Это уже Кажется Ой Все Так устал Так устал А они С кучей Детьми Ни интернета Какого-то Ничего-то Вставали И скотину Держали И на работу Уходили И за детьми Смотрели Даже Если На работу Не ходили Огороды Сажали Ну Вот Я не знаю Как Городские Но Деревецкие Вот так Это же Просто И Когда Говорят Колхозники Колхозники Да Вы Поживите Вот В колхозе Я Помню Как Написали Вот Что-то Ну Что-то Колхозники Что-то Нам Написали Такое Это Давно Давно Было Я Тогда Статью Написала Нифига Себе Колхозники Да На колхозе Раньше Советский Союз Держался А то Деревне Все плохо Деревне Все Все В город Мчатся На колхозе На этих Женщинах Которые Столько Всего Перенесли В городе А когда Вот эта Перестройка Когда Вот Развал Советского Союза Безденежья Если В городе Где-то Могли Работу Найти Хоть какую-то Подработку Где-то Что-то А в деревне Как они Сидели Не работали Еле то Что посадят Еле то Что вырастят Мама Поэтому Всегда И соленья И варенья Как бы Она не жила Она Меня Этому Всегда Учила Как бы Она не жила Всегда Должны Быть Соленья Всегда Должны Быть Варенья Всегда Должна Быть Картошка В погребе Потому что Неизвестно Что Случится Вот Элементарно С СВО Это сколько Я наверное Ну я не знаю Я месяц Себя Успокаиваю Я сначала Как бы Вот это принятие Уже же думала Все война Там все дела А потом Уже вроде бы Так успокоилась Тише Тише А потом думаю Да что я переживаю Картошка есть Морковка есть Я помню Даже видео записывала Там лук есть Проживем Все Все будет нормально С мамой Еще помню Тогда разговаривали Вот И как раз таки Страшно Вот нашему поколению Которые Ничего В жизни Тяжелого Ложки Не поднимали Которые Не знают Что такое Действительно Работа Вот Вот И мы Я еще хожу Мой между прочим Я вроде бы Сама там Говорю Устала Там Ну как Представишь Как люди Наверное Я сама Вот это говорю А сама сижу Думаю Блин Меня наверное Сейчас смотрят Вот И что ты там Устала Ну так это и есть Это действительно Так и есть По сравнению С тем Как жили раньше Газ В квартире Отопление Вот тебе свет И все Россия плохая Вот это тоже Меня всегда Поражает И все Россия плохая Все Путин Такой Никакой Все вот это Я вообще Поражаюсь Дома тепло У каждого Есть свет У каждой Семьи По две А то и по три Машины Может быть Да Все за рулем Любови транспорта Если даже ты не за рулем Пожалуйста тебе такси Пожалуйста тебе автобусы Конечно есть Есть какие-то проблемы Ну в принципе Вот я как страна Сейчас что-то у меня так это На мысли Пошло Вот даже вот Вот Россия Это как семья Вот Каждая есть семья Все хорошо Есть дом Да Есть там Двор Есть машина Все хорошо Но есть какие-то проблемы Внутри семьи Точно так же и Россия Точно так же и США Точно так же любая другая страна Есть страна И есть какие-то проблемы В любом случае Вот поэтому всегда Вот я не знаю Россия плохая Что плохого Что Все хорошо Пожалуйста Не можете выходить на работу Можете дома зарабатывать Если у вас есть Какие-то идеи Какое-то что-то свое Да Там Не знаю Производство какое-то Вы хотите начать И у вас это получается Пожалуйста Открывайте бизнес Делайте Пожалуйста Работайте На тебе Никто за тунеядство Тебя не сажает Не знаю Такое время Конечно Грех сейчас Жаловаться И вот когда ты В такие моменты Вот сидишь Когда ты вот Начинаешь что-то делать И представляешь И вот что я хочу сказать Прежде чем Вот осуждать Советских людей Подумайте Каково Жилось Каково Жилось Или вот Тоже на днях Наткнулась Вся в муке На днях Наткнулась На видяшку Я вот прям Полностью Согласна Где Дети Пытаются Переделать Своих Родителей И у меня Мама Всегда Говорила Выше Родительской Головы Дети Никогда Не прыгнут Потому что Это родители Даже если Что-то Родители Там Не понимают Даже если Что-то Родители Там Вам так Кажется Что они Что-то Не понимают Да все Родители Прекрасно Понимают Все Прекрасно Понимают Но никогда Переделывать Родителя Своего Не надо Что Вот там Родитель Мама Папа Вот вы Такие Глупые А я Вот такой Умный Поживи Сначала Так Как жили Мама С папой А потом Умничий Ходи Конечно И там Человек В этом Видео Что Я не помню Кто это Актер Какой-то И он Говорит Хватит Или не Актер Но Какой-то Парнишка И он Говорит Хватит Переделывать Если Вы пытаетесь Там Вот это Не надо Надо Вот так Мам Ты не Современный Пап Ты не Современный Нужно Сейчас Все По-другому Даже Если Объясняя Это Родителям И они С тобой Не соглашаются Просто Прими Тот факт То что Родители Другого Мнения Просто Прими Вот этот Факт И смирись С этим А ты уже Живи Делай Что хочешь И вот Мама Тоже Нам Всегда Говорила Когда Ругались Или еще Что-нибудь Ну не ругались А просто В разговоре Что Выше Родителей Ребенок Не перепрыгнет Только Даже Потому Что Ты Ребенок А это Твой Родитель Ты хоть Что делай Хоть Президентом Будь Мама Вот так Хоть Президент Ты как Был Моим Ребенком Так Ты Моим Ребенком И Останешься Я Я полностью Согласна И вот Сейчас Когда Спустя Столько Лет Ты Понимаешь Становишься Взрослым И понимаешь Насколько Ты Вот Или там Советы Там Не слушать Родительские Еще что-то В этом Духе И ты Понимаешь Насколько Жилось Твоему Родителю Как Было Тяжело Через Что Просто Проходили Твои Родители И Потом Говорить Я Советы Там Не буду Слушать Нужно Делать Так Как Вот Там В общем Вы поняли Что я имею Ввиду Не знаю Это просто Это неуважение К родителю Твоему Когда Вот такое Вот Я слышу Мне Прям Я не могу Такое Слушать Где Ребенок Что-то Про родителей Говорит В таком Ключе То что Не нужно Слушать Советы Родителей Или Вот это Вот тоже Травмы Травмы Из детства Что-то Родитель Не то Сделал Что-то Там Родитель Травмировал Бедного Ребенка Поэтому Значит Он Это Вот такой Бедный Несчастный Что-то У него Не получается Просто Списал Все проблемы На своих Родителей Как будто Родители Что-то Сделали Не то Я говорю Это Как раньше Советское Время Мамы Наши Да Я сейчас Сидела Шесть часов Гладила Я офигела Просто У меня Шея Затекла У меня Спина Болит Они раньше И гладят И стирают Вручную Ну А я сейчас Часик полежал У меня тоже Спина болит А уже часик Да Сейчас уже Просто Ты Устаешь От того Что ты Лежишь И до утра Лежишь Да Уже Просыпаешься Уже устал От чего устал От того Что ты Лежал Вот это Вот это Реально Конечно Нет Поэтому Родители Надо своих Уважать И не хватит Вот это Вот советское время Офигели наши родители Советское время Травмы у детей От родителей Это столько Пережить Столько всего Это хорошо У тех детей Ладно Одно дело Когда там Родители Да не знаю В любом случае Нефиг родителей Винить Вот Я тоже Родители Я сейчас Представляешь Думаешь Вот насмотришься Вот этих Психологов Да Ой Ребенку Вот это Сказать нельзя Ребенку То сказать нельзя Нужно Вот так Вот Нужно Вот Сяк Вот Иначе Травма На всю жизнь И все В этом духе А потом Ребенок Вырастает Ты вроде бы Стараешься Каждую пылинку Ты сдуваешь С него Ой Как бы Лишь бы Травмы Не было А потом Ребенок Вырастает И тебе Что-нибудь Еще и говорит А ты Виновата Что у меня Здесь не получается Ты мне Травму Какую-то Сделала А не Охренел ли ты Когда я Работала Всю жизнь Например Да Старался Что-то Не доедал Это я Вот про Родителей Наших Говорю И про Своё Как бы Поколение Старше И чуть Младше Когда про Родители Вот это Вот Начинается И сейчас У тебя Есть дом У тебя Есть одежда У тебя Есть еда У тебя Есть работа У тебя Есть образование У тебя Есть все Родитель Что-то Не доедал Что-то Где-то Не досыпал Лишь бы Что-то У тебя Был А потом Спустя Года Родитель Виноват Психологическая Травма Я в шоке Конечно Посмотришь Вот так Я тоже Когда была Подростком Я маме Говорила Ну что-нибудь Там Это Такое Вот В таком Возрасте А мама Всегда Мой ребенок Ты будешь Делать Так Как я Говорю Вот так Наверное Тоже Это В принципе Должна Быть Травмой Мама Меня Как-то Ограждала Мама Как-то Только Видим Все Плохое В родителях Родители Такие Родители Сякие Нет Наши Мамы Самые Лучшие Самые Сильные Женщины В мире Супергерои Просто Просто Супер Супергерои Так что Нет Молодцы Мамы Наши Я сейчас Закину Будем Кушать Настя Говорит Мам Ты тоже У нас Супергерой Да нет По сравнению С бабушками Мы так Отголоски Настоящих Героинь Да ты все равно Нет Герои Отголоски А сейчас Только Думают Маникюрчики Реснички Все В этом Духе Так что Наши мамы Просто Супергерои Героини Мамы Тебе в эту Накладываю Да Папа Так А раньше Даже Еще Утюга Такого Не было Еще Помнишь Вот этот Утюг Такой Но все равно Там было Крутилки Какие-то У нас Не было У нас Простой Утюг Ну черная Обычно Адемская Крутилка Была Ну крутилка Температуру Я имею ввиду Он то какой Тяжеленный Тяжеленный Отличный Утюг Покруче Вот этих Вот Всех Там Сломается А он Такой Тяжелый Еще Помнишь Яйца На нем Жарить Можно Проглаживал Хорошо И проглаживал От того Тяжелый Да А как бабуля Поднимала Ну как Вот так Тяжелый Ну раньше Не жалей Или так Сейчас Вон Вы посуду Помоете Уже все Устали Хочу стать Сейчас Молодежь Да Вот Я этого Разговаривал Че Там На работе Один Моложим Я намного Молодой Ну 20 21 Наверное 22 Муж Там Три Протрузию У него Че Это Такое Ну типа Это Короче Связано С позвоночником Типа Грыжа Вот это Все Вылезает Почему Молодежи Знаешь Почему Оказалось Потому что Они сидят Ничего Не делают Вообще Вот Эти телефоны Сидят А потом Че Ни день Взяли Оказывается Мышцу Надо Постоянно Качать Вот Это Позвонковая Она Там Как водичка Какая-то Собирается Ну Если мышцы Нет Вот Эта Вся Атрофируется Да Она Высыхает Атрофируется И поэтому Типа Это Надо Постоянно Чем-то Заниматься А Я Раньше Ну Испоминаю Идешь Я Вот Даже Ну Сколько Ездил Тут Целый День Набегаешь Там Ну Физические Нагрузки За яблоки На дерево Залезешь Где Что Где Шабашки Таскали Вот Это Все Постоянно Бегали 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 Да Вот Даже Ну Когда Там В деревню Приезжали Корой Траму Набери Там Иди Ну Вообще Всякое Занимались Синокоз Я Вот Был И Вот Это Все То Что Физический Постоянно Ты Держишь В тонусе И Все Нормально А Когда Типа Прекращаешь Так А Ты Думаешь Почему Я Зимой Не Могу Сидеть Мне Надо Я Начинаю Сразу Фитнесом Заниматься И Всем Потому Что Все У меня Все Тело Болеть Начинает Вот Это Очень Типа А Женщина Одна Тоже Кудеевки Она Умерла Она Тоже Пока Она Ходила Она Еще Была Хорошо Все Нормально Как Только Она Перестала Ходить Все Сидя 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 Никакой Физической Работы Она Мне Кажется Еще Пожила Если Бы Она Двигалась Если Бы Она Ходила Все Она Буквально За Сколько Валера Умерла Вот Мама Тоже Если Я Сейчас Сяду То Все Движение Жизни Не Настя Положить Еще Раз Спрашиваю 87 Лет Было В мае В деревню Увозим Он Там Бегает Квартиру Привезут Он Сидит Ничего Он Великой Отечественной Войне Да Все Прошел А там Бегал Все И Последний Раз Получается Чуть Чуть Не дожил Он Военный Госпиталь Плох Стало Так Он Сколько Лет 90 90 Да Мама 90 С чем Ты же 92 По-моему Умер По-моему 83 Года По-моему Мама Кстати Вот я Встречала Поздно Даже вчера Я встала У меня Вот тут Болит Вот А потому что Сидишь А как Мне сидеть А ты должна Утром вставать Почему Говорят Нужно делать Зарядку Ты с утра Проснулась Сидним Сидишь В школу Пошла Там Сидишь Приходишь Домой Уроки Делаешь Тоже Сидишь А вот Вы чем На перемене Занимаетесь Вообще Бегаем Куда В коридоре Зачем Бегаете Бегают Мы в футбол Играем В общем Будем Кушать И спать Смотри Сами детей Жалеем И потом Так Улезает Оказывается Вот так Вам надо Спинуть Держать А я не знал Даже про это Что Вот это Такая штука Ладно Все Короче Будем Кушать И спать Укладываться Время уже Десять часов А вы уже Можете идти Спать Раз сытые Кушать не хотите Я кушать хочу А Елиса Будет Я буду Ладно Всем пока Пока Ставьте лайки Пока